Недавно смотрел передачу про космос, когда в 80-х годах американцы активно летали на шаттлах, а в Советском Союзе только-только приступали к разработке Бурана. К тому моменту, когда Буран в Советском Союзе полетел, американцы на шаттлах уже 26 раз летали в космос и обратно, на шаттлах. И мало кто об этом знает, все думают, что американцы были на Луне один раз, на самом деле американцы 6 раз были на Луне. Поэтому, когда я думаю про авиацию в Америке и про весь остальной мир, это примерно вот то, о чем я сейчас рассказываю. Всем привет, друзья! Сегодня удивительный день. Мы в гостях у основателя авиашколы в Майами Андрея Борисевича, который смог воплотить свою мечту в реальность и дать другим людям возможность летать. Рада вас видеть. Добро пожаловать в гости. Спасибо огромное. Потрясающий вид. Согласен, мне самым нравится. Какими качествами и навыками должен обладать человек, чтобы стать успешным пилотом? Вопрос сразу такой. Я думал, про бизнес будем разговаривать. А вопрос в улов. А мы про пилотов. А вот так. Дисциплина, как это ни странно. Дисциплина раз. Два. Желание и способность бесконечно учиться. Потому что настоящий пилот никогда не останавливается в обучении, в образовании. И опять же, как это ни странно, способность заниматься одним и тем же каждый день без особых изменений. Это про хорошего линейного пилота, который работает в авиалиниях. Не про летчика-испытателя. Потому что летчик-испытатель должен другими качествами обладать. Почему именно пилот? Я знаю, что до этого это была абсолютно другая деятельность. Мы занимались чем? Программированием. Я был айтишником, да. Айтишником. Да. И тут вдруг пилотирование. Ну, это не вдруг. Это для вас вдруг. А для меня это было правильным, естественным движением. То есть изначально мысли были именно об этом. Да. Свидетели в образе, в лице моей мамы говорят, что я начал заикаться про карьеру пилота в возрасте лет шести. И я это прекрасно помню, потому что рядом с моим домом, где я жил в городе Минске, у нас был аэродром Минск-1, где, собственно, взлетали самолетики и садились. И я туда очень любил ездить, потому что троллейбус от моего дома шел ровно мимо Минск-1. И если над головой пролетал самолет, то я там залипал в окне. Вот. А потом я целенаправленно стал ездить в аэропорт. Это описано у меня где-то в блоге. Я там возле заборчика вот так вот стоял в возрасте лет шести-семи и ждал, пока прилетит самолет. Поскольку это было середина 80-х, самолеты летали не так часто, как в Москву-Шереметьево. Можно было полчаса простоять и нифига не прилетает. А потом, например, там через час уже что-то прилетает. То есть рейсов было не так много, а самолеты летали раз, может, в час, может, раз в два часа. То есть не всегда можно было простоять и поймать самолет. Но когда он пролетал, это было прям... Я все время хотел быть там, вот тем дядькой, который сидит там и рулит. И во сколько лет стал вот этим дядькой? Слушай, ну, я не могу сказать, что я уходил далеко от авиации на протяжении всей жизни. Поэтому я говорю, для меня это естественный путь. Это снаружи выглядит, что это какой-то скачок. На самом деле нет. Когда мне было 10 лет, я поступил в конструкторский, не в авиаконструкторский, а в аэроклуб. Это был еще Советский Союз, была система аэроклубов. И я ходил в Минске, аэроклуб Чкаловец. Уже там мы изучали конструкцию двигателей, конструкцию самолетов, аэродинамик. Это все было, когда мне было 10 лет. Потом Союз распался, я бросил все это дело. И в 93-м году, кажется, в Минске открыли первый экспериментальный авиаконструкторский класс. Туда набрали 26, не побоюсь этого слова, гениальных пацанов. Гениальных, потому что мы сдавали экзамены. Ну, по уровню, наверное, как третий курс какого-нибудь полистической академии. То есть там с начертательной геометрией, с трехмерным пространственным воображением, со всеми пирогами. У нас было на конкурсе человек 150, наверное. Отобрали 26 из всего города. Кстати, одноклассникам привет. Я тут недавно с кем-то в Инстаграме разговаривал, с одним из одноклассников. Он сказал, что из всех 26 я только один попал в авиацию. Реально. Больше никто. Вот. Потом это был второй заход в авиацию. Потом я бросил все это из девятого класса. Я ушел, понял, что никакой авиаконструкторской жизни в Беларуси не будет. И вот уже оттуда я пошел в IT-штую сферу. Там я стал сначала программистом, потом я стал бизнесменом. Я открыл свою студию веб-дизайна, потом я переехал в Москву. Долгое время работал IT-менеджером в разных компаниях, больших и маленьких. И уже в 2005 году начал летать на маленьких самолетах в Москве. То есть, в принципе, я недалеко отходил все это время. Недалеко. А в 2007 году, когда я понял, что меня все время туда тянет, прям вот прям тянет, прям поддавливает. Скажи мне не так, в 2005 я разослал резюме в 40 авиакомпаний России с текстом, что типа, я крутой чувак, очень хочу летать или просто работать в авиации. Возьмите меня на работу, пожалуйста. Я получил три ответа. Два из них были, у тебя нет образования. А один был, у тебя нет опыта. И я посидел над этими ответами и понял, что опыт я не могу получить. Меня же никто не берет на работу, правильно? Я могу получить образование. И в 2007 году я поступил в Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации на заочный факультет. И пошел на факультет менеджмента. Поэтому то, чем я сейчас занимаюсь, это прямое следствие моего третьего высшего образования в России. Санкт-Петербургская академия гражданской авиации. Факультет авиационного менеджмента. Специальность менеджер на воздушном транспорте. Ну круто. Потом судьба привела в Америку. Да. Судьба привела, это уже такой вопрос. Это я сам себя привел в Америку. Уже были мысли о том, что здесь непосредственно будешь заниматься авиацией. Я только ради этого и переезжал в Америку. Здесь авиация на каком-то другом уровне. На принципиально другом уровне. Это как, я не знаю, космические корабли. Точнее так, знаешь, недавно смотрел передачу про космос. Когда в 80-х годах американцы активно летали на шаттлах, а в Советском Союзе только-только приступали к разработке Бурана, по-моему, я сейчас боюсь ошибиться в цифрах. В общем, короче, к тому моменту, когда Буран в Советском Союзе полетел, американцы на шаттлах уже 26 раз летали в космос и обратно на шаттлах. И мало кто об этом знает. Все думают, что американцы были на Луне один раз. На самом деле американцы 6 раз были на Луне. И к этому времени американцы уже 6 раз были на Луне. Поэтому, когда я думаю про авиацию в Америке и про весь остальной мир, это примерно вот то, о чем я сейчас рассказываю. То есть в Америке по количеству пилотов в абсолютном числе и по количеству пилотов на душу населения и по количеству воздушной техники на душу населения ни одна страна в мире не приближается даже, мне кажется, на одну десятую часть. Просто в принципе. Когда прилетел сюда, в Америку, здесь нужно было переучиваться или просто продолжал непосредственно свою деятельность, которой обучился еще в России? Нужно было переучиваться обязательно. И просто надо отмотать назад. Зачем я поехал в Америку? Там было несколько причин как бы разных. Когда я ехал в Америку с целью уже переехать и остаться, я ехал уже, имея в виду приобретение летной школы. То есть у меня процесс покупки бизнеса тут и процесс эмиграции, это был один процесс, а не два процесса, что я сначала переехал, там ходил, ковырялся в носу и думал, чем бы мне заниматься, пойти в траковый бизнес или тем типа, не знаю, чем мы еще тут любим заниматься, машины в Баренту сдавать. Я уже точно знал, что я буду делать это. Поэтому у меня был процесс обратный. Я шел от авиации. В 2013 году я приехал сюда учиться и получать американские корочки. И посмотрев на всю эту инфраструктуру, на все вот это вот, я в этом аэропорту начал летать в 2013 году. Это был мой первый домашний аэропорт. Я сюда совершенно случайно попал. С таким же успехом это мог бы быть, не знаю, Лос-Анджелес, Калифорния, Нью-Йорк или какой-нибудь Чикаго. Так получилось просто, что мои друзья сказали, вот лети сюда, как бы здесь есть наши инструктора, знакомые нам, есть в том числе русскоговорящие инструктора, начиная здесь. И я прилетел. У меня мысли не было, что я здесь буду жить. Я просто приехал поучиться пару лет, пару месяцев, sorry. Я приехал поучиться пару месяцев, у меня была такая мысль, что я сейчас получу американские корочки, вернусь в Россию, валидирую их в российские корочки, приду в аэрофлот, положу режиме на стол и скажу, «Здрасте, я 25 лет был в Айтишке, а теперь я хочу быть командиром на Аэрбасе». Да. Вот. Но уже в 2014 году аэрофлот не хотел никого брать, поэтому потом случился еще Крым, ко всему прочему, потом еще политическая вся эта история, там, Сочинские олимпиады и так далее. Я на все это вот так вот смотрел, думал, ну, как бы, очевидно, надо валить. Очевидно просто. Валить особо некуда, кроме Америки, в которой я только что был. Я в 2013 году оттуда уехал, ну, в смысле, я учился здесь в 2013 и в 2014, в 2014 вернулся, там все вот это случилось. И, собственно, у меня был выбор только, куда ехать. Ну, понятно, что надо было ехать в Америку, и чем заниматься. Понятно, что надо было заниматься авиацией. Вот эти два, как бы, направления совпали. Я начал целенаправленно искать бизнес, который можно было бы купить здесь, в Америке, использовать его. Ну, у меня еще тогда не было мысли использовать его для эмиграции. У меня была мысль просто купить бизнес тут, чтобы было чем заниматься. То есть, чтобы я мог приехать и сразу уже быть в пределах. А чем вдохновился вообще-то, чтобы открыть авиашколу? Ну, вообще, очень простая история, тоже несколько раз озвученная у меня на канале. Я учился здесь, в этом аэропорту, но я считаю, что мне очень не повезло с обучением. И, как у всех предпринимателей, твое невезение, оно превращается в opportunity, да, возможности. Меня обвиняют, что я периодически использую английские слова, поэтому будем стараться говорить на русском. У меня был один инструктор, который со мной занимался, потом он исчез. Я не смог его найти, он просто пропал. Потом я взял другого инструктора, он со мной позанимался две недели и пропал. Я не смог объяснить никакого, ну, логического объяснения, то есть деньги я платил, все хорошим студентом был. Вот они просто исчезали. И я такой, какая странная система американского образования, что-то здесь не так. Я пошел в школу, которая, как это ни странно, называлась Sky High Aviation, и находилась вот тут за углом, прямо вот, типа, в двух кангарах отсюда. Вот, и там был такой смешной инструктор и владелец школы Джошуа. Он начал меня учить, он оказался прекрасным инструктором, но он пропал. И это меня так поразило, я такой говорю, блин, ребята, вам что, деньги не нужны? Ну, то есть вообще, что происходит? Почему? Он такой позвонил, говорит, я тут у мамы, короче, в Коста-Рике, тут у мамы что-то случилось, в общем, 150 извинений, я тебе дам другого инструктора. И он мне дал какого-то молодого пацана, у которого там, типа, налет был 200 часов, а у меня к тому времени был 500, и я летал лучше него. И он такой, блин, как ты классно сажаешь самолет. А я сижу такой, думаю, блин, я же тебе деньги плачу за то, чтобы ты меня учил, а не наоборот, не чтобы я тебя учил, как сажать самолет. В общем, худо-бедно, у меня был страшно негативный опыт, мы поехали с ним на экзамен, я этот экзамен завалил, потому что я приехал не готовый, приехал я не готовый, потому что мне никто не сказал, что меня ждет на экзамене, я понятия не имел. Ну, представляешь, ты в новой стране, в новой сфере, да, ты никогда здесь не был, ты не знаешь, что тебя ждет на экзамене, и тебе никто к этому не готовит. Ну, ты приезжаешь, после 15 вопроса, экзаменатор тебе такой говорит, во-первых, мне кажется, у тебя очень плохой английский язык. Джекпот. Я такой, упс. Во-вторых, ты даже не понимаешь половину вопросов, которые я тебе задаю. Я такой, это правда. А в-третьих, ты не знаешь ответов на вторую половину вопросов. Я такой, это тоже правда. Он такой, все, фейл, до свидания. Вот, и потратив там 40 тысяч долларов и сидя в гостинице за еще там 60 баксов в день, ну, то есть средний уровень проживания, ты знаешь в Америке, да? Вот, у меня уже в том году, в 14-м день вылетало 100 баксов. 100 баксов, по нашим меркам, это были хорошие деньги, в принципе, да? То есть на 100 баксов можно было в Москве гульнуть вообще как бы всю ночь. Еще бы сдача осталась. И я такой думаю, блин, 100 баксов в день, я здесь сижу третий месяц, у меня, оказывается, плохой английский язык, чего мне никто никогда не говорил, когда я здесь учился. Меня не подготовили к экзамену, у меня все как-то идет через пень-колоду. Ну и под занавес на Новый год у меня еще грабят в доме и выносят у меня все мои летные принадлежности, включая все мои локбуки. А люди, которые летают, они знают, что это как твоя, ну, твоя история. Локбук – это место, куда ты пишешь весь свой налет, то есть все свои часы, всю свою историю. Вот. У меня воруют мою летную сумку, там, ну, там, радиостанции, наушники, куча всякого скарба, iPad. Но самое главное, что два моих российских локбука, они туда же улетают. И никто их не подбросил. То есть мы думали, что их кто-то подбросит. Ну, типа, зачем тебе локбуки, да? Ну, верните их, пожалуйста. Нет. Их не вернули, как бы, и у меня все сложилось в том, что, как бы, я получил мега-негативный опыт. Настолько негативный, что я такой сел и такой думаю, блин, ну, надо создать нормальную летную школу. Ну, если ее там нет, ну, еще надо сделать. Вот. Конечно, я могу теперь сказать, что я сильно заблуждался на тему, что их тут нет, но просто мне так не повезло. Я попал в самый низший сегмент самых отстойных учебных заведений, скажем так. Может быть, в силу своего незнания, может быть, в силу там желания сэкономить денег, и плюс я иностранец, я понятия не имел, как надо искать летную школу. Если бы я сделал классный и адекватный ресерч, я, может быть, нашел бы другого уровня школы, и у меня не было бы плохого экспириенса. Тогда бы не было вот этого всего. Во всем есть свои плюсы и минусы. Да. Вы часто задаете вопросы, как добиться такого качественного контента, как у вас. Продакшн-студия номер один — это команда профессионалов создания уникального киноконтента. Забронируйте видеографа на вашу съемку для вашего интервью или подкаста. Вы получите свет, который заставит искриться глаза, идеальный звук и изображение, от которого невозможно оторваться. Но подождите, это еще не все. Мы вносим в мир контента новое измерение, организуя многокамерные прямые эфиры ваших интервью и семинаров. Не упускайте шанс вывести ваш контент на новый уровень. Пройдите по ссылке в описании, сохраните номер и бронируйте вашу съемку в любом городе Америки. Ну а мы продолжаем. Спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь и оставляйте ваши вопросы в комментариях. И мы вам ответим. Почему зачастую говорят о том, что в Америке плохой сервис? Потому что это правда. С самолетами они преуспели. Отвратительный сервис. А с сервисом почему так происходит? Отвратительный сервис. Я не знаю. Ну, я здесь уже почти 10 лет, я не могу объяснить. Ты нашел ответ на этот вопрос? Я не могу найти ответ на этот вопрос. Я не знаю, почему. Мне кажется, что... Ну, я сейчас могу на ходу фантазировать, как бы, но нет у меня ответа на этот вопрос. Мне кажется, что американцы и понаехавшие, примкнувшие к ним просто очень сильно зажрались. Ну, просто, в принципе, они не хотят бороться за клиента, им ничего не интересно. Ну, вот я не могу сказать по примеру сервиса, да, чтобы обслуживать все вот эти самолеты, найти механика здесь, на этом поле, практически невозможно. А если я тебе скажу, сколько они берут денег за свою работу, минимум сейчас механик берет 70 баксов в час. Механик просто, который крутит гайки. Вот он просто крутит гайки. И его работа, она, конечно, ответственная, но я не могу сказать, что она сильно более интеллектуальная, чем перебирать машины, например. Вот движок тот же самый. На этой Cessna висит движок 60-го года. В твоей машине стоит более современный движок, чем на этом самолете. То есть, ну, с точки зрения советского инженера, ну, это вообще, как бы, не задача. Ну, просто, в принципе, ни о чем, да. Четыре цилиндра, как бы, скрутил, раскрутил, собрал, разобрал. Все советские ребята в состоянии перебрать двигатель с закрытыми глазами. Я перебирал запорожский двигатель, у меня до сих пор запчасти остались, как бы, да, и он ездил. То есть, вот, мы все можем это делать. А здесь это возведено в какой-то ранг высочайшего искусства. Этих людей нет, этих специалистов не найти. И, конечно, не зажравшись. Ты ему звонишь и говоришь, типа, вот, 28 марта ты сразу еще уточняешь, какого года, потому что неизвестно, что это будет в этом марте, может быть, это будет в следующем марте. Он говорит, у меня тут очередь стоит, как бы, позвони мне, короче, в конце марта, и вообще, я за вызов беру полторы штуки. И просто, чтобы я приехал. Говорит, ты охренел? Он такой, ну, не хочешь, не надо, все, пока. И бросает трубку. И больше он не возьмет. То есть, ты больше можешь ему не звонить. И все, вот тебе объяснение. Столкнувшись вот с таким негативным опытом и создавая свой продукт, свой бренд, свою школу, какие качества ты заложил непосредственно в работу своей школы, чем она отличается от остальных? Хороший вопрос. Значит, надо взять во внимание, что идет девятый год. В апреле будет девять лет, седьмого апреля будет девять лет, как я занимаюсь этой школой, этим бизнесом. За это время я прошел разные этапы. Мой первый подход был такой, что я сделаю школу не похожую на все остальные. У меня будут классные новые самолеты, у меня будет вообще офигенский офис, у меня будет хороший персонал, качество сервисное обслуживание, то есть мы будем всем отвечать на письма, у нас все будет офигенно, топчик, 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 топчик. Вот. И первый год я реально боролся. Первый год я прям даже второй и третий, наверное, я усиленно пытался делать то, что я сейчас сказал. То есть мы заявили на сайте, что у нас новый флот. Я начал покупать более-менее новые самолеты. Мы действительно сделали офигенский рывок по отношению к другим школам в части кастомер-сервиса и ответов на запросы. То есть если ты выйдешь на улицу на аэродроме и спросишь просто там, типа, как часто вам отвечают на вопросы из летной школы, особенно, когда ты ничего не знаешь. Ты пишешь письмо, типа, здрасте, сколько стоит частным пилотом стать? Девять из десяти тебе не ответят. Это к вопросу о сервисе. Мы опять же к американскому сервису. Тебе не ответят. Просто потому, что они не хотят тратить на тебя время. Ну, как бы, ну, что за тупой вопрос? Сколько стоит Private Pilot? Да пойди на сайт и почитай. Ну, там же все написано, да? Я сейчас точно так же думаю, как они. Вот я сейчас то же самое думаю, но мы отвечаем. То есть мы перебарываем себя и вежливо пишем. Дорогой друг, Private Pilot стоит 14 долларов. Но, типа, вся информация есть на нашем сайте, как бы, ну, так, чисто ради интереса, вот тебе ссылочка, да? Если ты что-то не понял, пожалуйста, вернись. То есть мы отвечаем. Сейчас мы это все переводим на AI, там, на роботов и так далее. То есть я думаю, что мы сильно автоматизируем всю эту историю, но мы отвечаем. И у меня полис и ответ 24 часа. То есть если мне пришел запрос, мы в 24 часа отвечаем. Бывают редкие случаи, когда письмо падает в спам, когда оно падает в субботу вечером. У нас бывают случаи, когда какая-нибудь, там, не знаю, в 6 утра уже звонит тебе по телефону и говорит, почему вы мне не ответили на письмо? Я же вам отправил. Говорит, чувак, ты же отправил его в 2 часа ночи. Да, но уже 6 утра. Вы серьезно? 6 утра в воскресенье? Типа, и ты хочешь ответ. Но мы отвечаем. Это то, что сохранилось из моей базовой концепции. То есть кастомер-суппорт, скорость ответов на письма, качество обслуживания хотя бы вербальное, как бы это все мы поддерживаем. Все это до сих пор сохранилось. По части нового флота и самолетов я откатил всю эту историю, потому что я понимаю, почему в Америке очень часто страдает кастомер-сервис. Это еще одно из объяснений. Это очень плохая экономика. То есть американский бизнес, он, как правило, работает на очень маленькой марже. Но опять же, не знаю, у тебя будет опыт переговоров с разными бизнесменами, ты можешь у них позадавать им вопросы, но я могу сказать, что по авиационной индустрии маржа в 5-7% это типа норма. Если ты скажешь в Москве, что ты зарабатываешь 5-7% прибыли в год, на тебя просто, ты что, ларек? Ларек где-нибудь, не знаю, в Медведково зарабатывает 150% типа за неделю. Ну просто в принципе, да. Завезли сигареты, подняли прайс два раза, продали сигареты, все, 200%. В Америке так не работает. То есть ты все время зажат экономической моделью. А поднять цены ты не можешь, потому что конкуренты не поднимают. То есть как бы ты сверху прижат рынком, рынок тебе говорит, нельзя поднимать цены, потому что тебе никто ничего покупать не будет. А снизу ты зажат себе стоимостью. Все, и ты живешь в этих там типа 5-7% и пытаешься из этого делать какой-то бизнес. Я купил новые самолеты, как бы, ну и через две недели один из них нахлобучили, просто разбили прямо на полосе, прямо вот сразу же. Вот. А один самолет у меня летал, наверное, на полгода, и когда я в него зашел через полгода, я его просто не узнал. Это, как тебе сказать, в самой отсталой губернии какой-нибудь неназванной страны, не будем ее называть, ты ставишь красивый туалет, допустим, внутри общественного туалета. С теплой водой, с душем, там, с биде, еще с чем-нибудь. Представь, что с ним будет через 6 месяцев. Вот примерно то же самое случилось с моим новеньким самолетом. То есть я просто зашел в него и не мог поверить. Ободранные ручки, вырванные какие-то там кнопки, половина кнопок уже не работает, ты говоришь, ребята, я вам дал новый самолет, чтобы вы просто на нем классно летали. Они такие, ну да, и что? У нас типа 50 студентов, я сейчас за каждым буду следить. Ну и когда я увидел, с какой скоростью убиваются самолеты, уже где-то к году в 17-м, я сказал, так, все, концепция новых самолетов улетает. Вот, пожалуйста, 1978 год, вот там 1976 год, вот там всему по 40 лет, о, супер, ободранная, обшарпанная, но летает. Прекрасно. Экономическая модель работает. Так что в этом смысле, каких бы, я не нашел ноу-хау. Как бы, мое ноу-хау, оно не прижилось. Ну, опять же, либо ты поднимаешь прайс очень сильный, ты вылетаешь в какой-то совершенно другой сегмент. Есть и такие примеры, на самом деле. Есть премиальный сегмент, я пытался в него ходить. Вот тот цирус красненький, который здесь стоял в прошлый раз, когда ты приезжала. Я был официальным дистрибутором и тренинг-центром на этих цирусах. Самолет стоит миллион долларов. У меня было два таких самолета или даже три таких самолета. Но люди не хотели на них летать. То есть они приходили, они говорили, типа, сколько стоит час на этом самолете? 450 долларов, а на этом 170? Вот на этом. Ты говоришь, ну вот же, цирус, типа, он же новый, он же классный, он же там с телевизорами, он там с автопилотами, со всеми делами. Вот давайте на нем. Он такой, не-не-не, вот тот за 170, 40 лет, отлично, мы берем вот этот. И все, я не попал в аудиторию. При этом такой бизнес успешно работает в Нью-Йорке, такой бизнес успешно работает в Лас-Вегасе и такой бизнес успешно работает в Сиэтле. То есть всего три компании на всей США, они смогли прыгнуть в этот вот премиальный сегмент, найти там свою аудиторию и там они зацепились и закрепились. Почему? Там больше богатых людей? Да, я думаю, да. Майами ведь не так давно начал расти элитарно, то есть Майами, это же место для хипозы в основном. Это хиппи, это наркоманы, оборванцы, бомжи, ну типа меня. Пенсионеры. Пенсионеры. Нью-Йорк это люди работающие, у которых там средний доход явно выше, чем у всех остальных по стране. Для них 450 баксов в час, ну примерно как для нас здесь там 150-170 баксов в час полетный, да? То есть для них это, ну, не бигдил, как бы не супербольшая разница. Плюс они лучше одеваются, у них есть вкус, как бы им не пофигу, на чем летать. Ну а Майамска, ну смотри, ты же меня видела час назад, ну мне все равно. И майамцам-то все равно. Просто мне кажется, мы здесь вот с такой высокой премиальной историей, мы не попадаем в аудиторию. Не тот район. Я думаю, что это не только связано с авиационным бизнесом, а в принципе. Но ты про Майами сейчас говоришь. Да. Ну я вот тебе об этом же, да, мы просто не попадаем. Поэтому я всю историю с новыми самолетами, премиальный сегмент, это все, я все попробовал. То есть у меня был большой экспериментальный опыт. Не пошло. Хорошо. Не пошло. Хорошо. Я вдруг решила стать пилотом. Сколько мне нужно денег для того, чтобы учиться в вашей школе? Давай сразу определимся, каким пилотом. Пилоты бывают разные. Я хочу быть самым крутым пилотом Боинга, например. Самым крутым пилотом Боинга? Отлично. У нас есть программа для тебя. 79,990. Как любят американцы. 990. Да, я убрал центы, чтобы совсем не позориться. То есть просто 79,990. Это полное обучение или это обучение в год? Нет, это полный курс. Мы тебя доведем до инструктора. То есть ты получишь частного пилота, у тебя будет рейтинг для полетов по приборам. У тебя будет коммерческий лицензия, у тебя будет многодвигательный самолет, двухмоторный, и ты будешь инструктором. Для чего тебе нужен инструктор? Чтобы набирать часы, работать инструктором и дальше двигаться в сторону карьеры. И через два года, поработав инструктором, ты можешь претендовать на трудоустройство в авиакомпанию на Боинг. Сколько времени должно уйти на то, чтобы выучиться пилота Боинга? Вот, читай, один год ты учишься, два года ты работаешь инструктором. Всего три года, и ты там. Есть ли какой-то очень такой запоминающийся момент, возможно, это был какой-то студент, о котором вот ты бы сейчас прям навскидку мог рассказать его какую-то такую яркую историю? яркую историю обучения в вашей школе. Я эту историю всем рассказываю. Егор, тебе привет, снова извини, пожалуйста, но как бы так получилось. Может быть, Кристина возьмет у тебя интервью, потому что ты мне отказываешься давать интервью. Егор, наш шеф-пилот нынешний, шеф-пилот нашей летной школы, это мой друг, мы с ним с 2015 года, как только я переехал в Америку, мы играли в мафию по вечерам, и очень часто встречались. Этот человек никогда ни словом, ни делом не выдал мне заинтересованности в авиации. Никогда. Зная, что у меня есть летная школа, у нас есть какие-то обсуждения, люди у меня летали, вся наша тусовка перелетала со мной на всех самолетах и вертолетах, он ни разу не пришел. А он занимался тачками. Я вообще был уверен, что этот человек, ну просто, который помешан на тачках, ему никогда неинтересны были самолеты и сейчас неинтересны. 19-й год, приходит Егор ко мне, он прям сначала звонит, говорит, мне надо к тебе приехать. Я говорю, давай. Я думал, ну, зачем он может ко мне приехать? Просто подриндей, за жизнь там, знаешь, давно не виделись. Он приезжает, сидит такой, говорит, так, я по делу, я решил стать пилотом. Я говорю, Егор, ты что, заболел? Все же нормально было. Все, хорошо общались. Зачем ты все портишь? Он говорит, нет, все, я решил, я отложил деньги, типа, я увольняюсь со всех своих работ, я хочу полностью выделить следующие пару лет на карьеру пилота. Я говорю, сколько тебе лет? Он такой там, я не помню, 34 или 33. Я не буду врать, 33 или 34. Я говорю, ну, окей, возраст супер, как бы ты все успеваешь, у тебя там еще 40 лет жизни впереди, там, как минимум, активный такой прям, чтобы можно было даже летать. Я говорю, а почему ты никогда не говорил об этом? Такой, ну, я всегда хотел быть пилотом. Типа, зачем мне тебе говорить, если я к этому был не готов? У меня просто тупо денег не было. Вот я работал, 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 отложил все, теперь деньги есть. Я говорю, ну, ладно, давай. Ну, а про себя думаю, ну, это как бы, ну, мертвый вариант. То есть человек явно не туда пришел. Он просто полетает месяцок, одумается, скажет, все, я пошел обратно от BMW свои крутить, как бы, и все. Нет. И он оказался нашим, ну, не знаю, наверное, наверное, самым лучшим студентом. Я боюсь сейчас кого-нибудь обидеть, но по скорости прохождения программы, думаю, да. Он за шесть месяцев прошел всю программу, которую я тебе рассказал, с нуля до коммерческого пилота и до инструктора. Уже в августе девятнадцатого года он начал работать инструктором, и уже через год у него было там что-то 600 часов налета, или какие-то цифры, которые, знаешь, там, недостижимы за короткий промежуток времени. И через год я его притащил к себе же в авиакомпанию летать на Цирусах, вот на таких красивеньких, красненьких. Это была первая его работа по перевозке пассажиров. Полгодика он поработал у меня на Цирусе, и потом устроился на большой самолет вот такого типа, на джет. Сначала вторым пилотом, потом еще через год стал командиром. Короче, за три года он сделал тройную программу. Вот то, что среднестатистический человек за три года приходит к полутора тысячи часам и идет трудоустраиваться. Егор это все прошел за те же самые три года, только он набрал три с половиной тысячи часов, а не полторы. Сменил две чартерных компании и к концу третьего года уже имел опыт полетов вот на таких джетах. Его взяли в грузовую авиакомпанию на самый большой грузовик в мире. Сколько зарабатывает такой пилот? Бойн 747. Сколько? Сколько он зарабатывает? Зарабатывает такой пилот. Смотри, когда ты начинаешь свою карьеру, ты начинаешь эту карьеру с места второго пилота. Правая чашка, да? Да. Второй пилот и командир, они довольно сильно отличаются. Ну, и в деньгах, и в обязанностях. Поэтому, когда ты летаешь вторым пилотом, и летать ты будешь там довольно долго. Три, пять, семь лет, может быть. У тебя не такая уж космическая зарплата. Я не буду врать про зарплату Егора, но давай скажем так. Мне кажется, что второй пилот уровня Егора в первый год своей работы получает что-то около 10-11 тысяч в месяц. На второй год около там 13, наверное, может там 12-13. Оно потихонечку начинает расти. И когда такой второй пилот становится командиром, то он уже переходит за двадцатку в месяц и выше. По-моему, неплохая заработная плата. По-моему, отличная. Еще до ковида об этих цифрах никто даже мечтать не мог. Но в ковид вынесло просто очень много людей из индустрии. Ну, то есть, давай так. А вся авиационная индустрия, она идет по синусоиде. Она вот такая вот. Это во все времена. И когда идет кризис, идут жуткие сокращения, пилоты теряют работу. То есть, как бы, у пилота есть два состояния. Я не хочу употреблять плохие слова, но он либо в плохом положении, либо в очень хорошем. В серединке у пилота практически никогда не бывает. То есть, он всегда либо безработный, либо на него очередь. Вот сейчас мы находимся в той фазе, где на нас очередь. То есть, я сейчас могу загибать любую цифру. Ко мне сейчас придет работодатель и скажет, чувак, мы очень хотим тебя, вот, чтобы ты летал на этом самолете. Вот на этом. Вот, прям, пожалуйста. Я могу там, как Юра, вот так вот сделать, скажет, 400 в год. И они, скорее всего, скажут «да». То есть, ты можешь делать все, что угодно, потому что ситуация, как с механиками. Колоссальный дефицит кадров на рынке, пилоты могут делать что угодно, поэтому последние два года все авиакомпании пересматривают контракты и подкручивают, 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 и все увеличивают, увеличивают, увеличивают. Ну, то есть, там, грубо говоря, есть такая компания Southwest, у них пилот 12-го года и выше зарабатывает 400 штук. Официальная зарплата в год. Ну, блин. Мне кажется, не очень много специальностей в Америке, которые позволяют тебе зарабатывать под полмиллиона долларов через 12 лет карьеры. Если ты знаешь, еще расскажи. Мне кажется, их не очень много. Мне кажется, что тоже. Ну, врачи, понятно, да. Ну, врачи, это да. Адвокаты. Ну, тоже адвокаты. Либо там, либо здесь. Да, ну, я не знаю. По сути дела, мне первые приходят врачи-адвокаты. Ну, там, космонавтов мы не берем, экзотику всякую не берем. Ну, и пилоты. Ну, как бы, а кто еще? Бизнесменов тоже не берем, потому что бизнесмен это не профессия, да. Это как бы, ну, это образ жизни отдельный. Ну, вот все. Друзья, обязательно смотрите наш выпуск до конца, и вы услышите еще очень много интересного, как развивается авиация, как стать пилотом в Соединенных Штатах. Есть ли какие-то ограничения по возрасту, если человек хочет стать пилотом? Есть. 8 лет не берем. С какого возраста можно начать учиться? довольно-таки молодой возраст. Да. А ограничения по здоровью? Конечно. То есть, если у тебя есть две руки, две ноги и голова, с большой долей вероятности ты будешь пилотом. Какие должны проходить, возможно, медицинские осмотры? Круглогодичные, может быть, пилот, или не нужно проходить? Там сложная система, я не буду погружаться. Чем ты моложе, тем реже ты проходишь, после 40 ты проходишь чаще. Я вот вчера ходил на медкомиссию, получил свою, мы ее называем хлебная карточка, потому что медицинская справка дает тебе право летать, правильно? Хлебная карточка. Можешь зарабатывать себе на хлеб. Я прошел комиссию за 10 минут. Возможно, потому что я прохожу ее в 15 раз, и меня уже и доктор знает, у него есть вся история моих посещений. Но в среднем это занимает 20-30 минут. Реально, очень простая медкомиссия. То есть, если кто-то будет из нас, если будет кто-то этот выпуск смотреть из россиян, белорусов, грубо говоря, те, кто в старосоветском лагере остался, для них это может быть больным ударом, потому что там можно медкомиссию и неделю проходить. И две. Я последнюю медкомиссию в России проходил. Предпоследнюю. Последнюю я прошел за два дня, а предпоследнюю три недели я проходил. С хирургами, с датчиками на голову, там вот эта вот вся эта история. Здесь такого нет? Псих профотбором здесь ничего нет. Насколько проще? Ты просто смотришь табличку, ШБ МНК, видишь, вообще супер, пописал в баночку, есть диабет или нет диабета, повышенный сахар, а не повышенный сахар, все. А, ну, могут давление померить, какая-то физическая подготовка для того, чтобы летать. Даже не думай вот этот спортзал ходить, я видел твой инстаграм. А, то есть все, даже нет. Вот это все тебе вообще никак не пригодится. Вот эта вся история в фильмах, знаешь, которая показывает, типа, чуваки летят на старом самолете. То есть как космос готовиться не надо. Сейчас уже и в космос готовиться. Посмотри, кто туда летает. Посмотри на этих людей. Нет, нет, все стало по-другому. В общем, если вы не любите фитнес, то вам в пилоты. Я бы сказал, что я рекомендую все-таки пилотам любить фитнес. Потому что брюхо отрастает моментально. Ну, это сетячая работа, реально. Ты сидишь как бы по 4-6 часов. Тебе все время приносят снеки. То есть летаешь ты на маленьком самолете или на большом. На большом еще хуже. Потому что на большом к тебе стюардессы приносят первое, второе и третье. Понимаешь, ты еще кофе все время пьешь. Это нифига не здоровый образ жизни. Поэтому если ты с фитнесом не дружишь, то это прям, прям беда. Зрители постсоветского пространства наверное сейчас задаются вопросом, как возможно попасть на обучение в вашу школу? Приехать. Какие вы предоставляете возможно плюшки в виде открытия студенческой визы? Студенческая виза. Самое главное сейчас для жителей постсоветского пространства, особенно той большой страны, которая занимает одну шестую часть суши, получение визы. То есть получить визу в Америку становится все сложнее и сложнее. Мы действительно предлагаем вариант получения студенческой визы. Точнее это как? Это наш основной вариант. Студенческая виза, да? Если у кого-то уже есть виза, то мы рекомендуем ничего не трогать. Лишь по предыдущему не сломать. Но если у человека нет визы, то студенческая виза, да? Виза называется М1. Позволяет находиться в Америке до трех лет. Это как раз в принципе любой человек в три года вложит свое обучение у нас. Не разрешает работать, не разрешает проходить точнее как, разрешает проходить практику после завершения учебы, но только на срок 1,4 от срока учебы. То есть если ты 12 месяцев учился, то 4 месяца, 3 месяца ты можешь поработать как практикант, как инструктор. Все. Но потом, я думаю, это уже какие-то другие рабочие визы, которые могут последовать после обучения. Там люди решают свои, как это, люди решают вопросы эмиграции всеми возможными путями, всеми доступными путями. Единственное, что я могу сразу сказать, я это всегда подчеркиваю и еще раз говорю, получение рабочей визы по специальности пилот на сегодняшний день в Америке практически невозможно. Невозможно. Потому что Конгресс американский категорически не хочет пускать в эту область иностранцев. И я, в принципе, их понимаю. Ну, то есть, с точки зрения, как бы, Legal Point и всего, я их понимаю. То есть, они, как бы, не позволяют индустрии набрать столько пилотов, сколько индустрии сейчас нужно, с одной стороны, но с другой стороны, они не пускают сюда всех подряд. То есть, ты не встретишь венесуэльского капитана в авиалиниях, если он не гринкардхолдер, конечно. То есть, если он легализовался, он гринкардхолдер, то ты его встретишь. Но вот там, Вася, который приехал вчера из Венесуэлы, он туда не сядет. Это защита рынка. Конгрессмены защищают американского пилота от гастарбайтеров. Вот. Сколько студентов ежегодно посещают школу? Вот мы посчитали. Общее количество студентов. У нас, поскольку мы делаем и короткие программы, это курсы ATP, CTP для профессиональных пилотов, и длинные программы, то в сумме это 600 человек, получается, в год. А то столько прошло за 2023 год через нас. Это и русскоязычные, и англоязычные студенты? Там русскоязычных, ну, типа, вот столько. Как проходит обучение? Это и практика, и курс лекций? Да. Преподаватели? Да. Сколько часов лекций в день? Да. Опять же, американская система, она предполагает, что человек достаточно самостоятельный. Если кто-то из вас где-то учился, то вы сами это можете на своем примере узнать. Это не советская история, где ты ходишь на лекции по 8 пар в день, и тебе там что-то вдалбывают, а ты введешь конспектик. В общем, YouTube открыли и научились. Да. Они так и работают. Так это работает, да? Они тебе говорят, чувак, вот тебе книжка называется Pilot Handbook Aronautical Knowledge, вот такой, точнее 450 страниц, иди читай. Во многих школах теорию вообще не преподают. Ну, они говорят, а зачем нам преподавать тебе теорию, когда вот книга, вот видеокурсы, вот уроки, вот тесты, ты все можешь пойти и сделать сам. Для иностранца этот подход кажется диковатым. Иностранцы в этом не могут работать. Для американца it's okay. Он наоборот приходит и говорит, что вы мне там теорию будете рассказывать? Я не хочу, я пошел книжку читать. Говоришь, блин, ну там сложный материал, давай мы тебе сейчас на доске порисуем, там типа вот аэродинамика. Не надо, я хочу сэкономить три копейки, я пойду дома почитаю, если у меня будут вопросы, я приду. Окей, такое тоже может быть. То есть есть вариант с лекциями в классе, пожалуйста, плати 75 баксов в час и тебе будет лектор рассказывать и все там показывать. Есть вариант с групповыми занятиями, мы делаем 5-6 человек в группе и на неделю сажаем их на классы, ну по каждой программе по неделе. И есть вопрос индивидуальный, хочешь сам учиться, пожалуйста, учись сам. Ну летать понятно, вот пожалуйста, пришел с инструктором, взял самолет и полетел. Сколько нужно часов, месяц налетать, чтобы стать инструктором? Ну смотри, если мы говорим про ту программу, которую я обозначил как airline pilot программ, мы ее называем, 79 тысяч долларов, в рамках этой программы тебе нужно налетать 300 часов. Всего. Всего? Да. Если ты хочешь за год эту программу уложить, вот 365 дели на 300. По часу в день. Вполне реально. Либо по 2 часа через день. По-моему, это очень даже реально. Это более чем реально, конечно. Это вообще лайтово, я бы сказал. То есть, почему я тебе говорю, что Егор эту программу прошел за 6 месяцев? Ну не потому, что как бы он супергениальный, он просто приходил в школу в 9 утра и уходил в 5 часов, как на работу, каждый день. И он всю вот эту программу, все эти 300 часов просто тупо скомпрессировал в 6 месяцев. Все. Ага. То есть, не обязательно учиться вот определенное количество времени. Можно. Если ты хочешь здесь ночевать, как бы, и твой мозг в состоянии воспринимать и обрабатывать информацию, то за 4 месяца можешь все это сделать. В общем, все зависит от трудолюбивости. Я бы сказал, что месяч 4 уже вряд ли, как бы, но 4. Я видел рекордсменов, кто делал такую программу за 5. Бывают ли такие студенты, которые, приходя в авиашколу, боятся высоты? Да. Да. Коля, тебе привет. Как они работают с этим страхом? Как вы работаете с этим? Коля даже статью написал, не помню, на каком сайте, по-моему, на сайте Тинькова можно погуглить. Вот у нас был Николай, такой студент, он приехал ко мне с четким запросом. Я боюсь летать, я боюсь высоты, хочу перебороть, клин-клином вышибают, хочу стать пилотом. Встал. Высоты больше не боится. Летает, правда, сейчас только на дронах. Делает офигенские фотки, кстати, видео, шикарно снимает. И переборол свой страх. И написал об этом несколько статей, как это сделать. Круто. В общем, своя какая-то такая наработанная методика у человека. Да, ну она как бы, я бы сказал, что для многих людей она выглядит вполне логичной. Надо, то, чего ты боишься, нужно это прям вот взять и обнять, пропустить через себя и страх пройдет. Ну вот у него сработало. Я не могу сказать, что это сработает у всех. Потому что мой очень хороший друг Леша Герваш, который ведет курсы по аэрофобии, у меня есть большое видео. Такие курсы. Конечно. Я тебе больше скажу, они безумных денег стоят. Люди готовы платить там по 10-15 штук, чтобы с ним персонально занимался конкретный специалист. И таких специалистов во всем мире 130 человек, кто занимается конкретной аэрофобией. Вот. Но Леша говорит конкретно, что аэрофобия это вообще не про высоту. Это вообще не про высоту. А про что? Это про твои детские травмы в первую очередь и про другие проблемы, которые у тебя есть в психике. Это про оверконтрол, то, что ты хочешь все контролировать, а там ты ничего не контролируешь. У тебя паника не потому, что ты летать боишься, потому что ты нифига не контролируешь, потому что ты просто в железной коробке летишь куда-то. Понимаешь? У меня с Лешей есть офигенский выпуск на YouTube, я прям рекомендую. Он там четко по пунктам все раскладывает, почему возникает аэрофобия. Друзья, обязательно переходите по ссылке на YouTube-канал Андрей и посмотрите этот выпуск. Рекомендую. Хотела спросить по поводу все-таки это такая задача стать пилотом напряжения психоэмоционального. Как выходить из этого психоэмоционального напряжения? Может, существуют какие-то практики? Бухать? Мы даже не будем это запикивать. Да? Запишите. Я, честно, не могу выступить экспертом в этой части, потому что я от этого всегда ловил кайф и до сих пор ловлю. И насколько я вижу, те люди, которые к нам приходят, они тоже от этого ловят кайф. То есть это же не... Вот сейчас тебе будет больно, да, но я скажу, вот для меня пойти в зал покачать всякие гири, штанги и прочее, вот это вот психоэмоциональное напряжение. Потому что ненавижу тратить на это время. Ну, просто не перевариваю. Да, я бы лучше за это время там 150 болезненных дел сделал. Поэтому я когда хожу в зал, у меня всегда есть YouTube, наушники, там куча параллельных. Я могу аудиокнигу слушать параллельно. Ну, просто потому что тупо жать штангу я не могу. Но если у меня в ушах умная аудиокнига там, или, не знаю, Леша Пивоваров, тебе тоже, кстати, привет, редакция рассказывает мне что-нибудь интересное, то я там, типа, ну, могу и пожать, как бы, в принципе. Вот. А мы же для фана ходим. Вот ты же в зал для фана ходишь? Или ты прям через силу? Мне прям нравится. Тебе нравится, видишь? Вот. Мы сюда тоже так ходим. Мы ходим сюда не потому, что мы хотим себя пропушить и заставить что-то сделать. Мы сюда для фана ходим. Ну, не нравится, и не полетел, как бы, что? Нормально. Бывает так, что выгораешь, и вот прям... Выгораешь? Хочется, да. Конечно. Я очень сильно выгораю, особенно в последнее время. Ну, вот там, не знаю, мне звонят мои друзья, всякие там приятели, говорят, давай слетаем. Или там, типа, я приехал в Майами, можешь меня покатать? Я говорю, я сейчас позвоню пилоту, он тебя покатает. Такой, блин, бро, ну, ты чего? Ну, мы там, типа, не виделись много лет. Ну, давай ты меня покатаешь, по трендингу. Слушай, давай, ты слетаешь, а потом придешь ко мне там в кабинет, мы чайку нальем, кофейку. Говорю, ну, не хочу, ну, не хочу. Я вот вертолет себе купил, чтобы у меня фан был, я на вертолете летаю, мне это нравится, я от этого кайфую. А вот это вот сидеть в этом самолете, 172-й цесни, а если это еще лето, это жарко, видишь, мокрый там, все течет. Слушайте, я это все уже прошел, мне неинтересно. Конечно, выгораешь, конечно. Ну, тот же самый Егор, который сейчас у нас шеф-пилотом, его же в такой маленький самолет уже пинками не загонишь. То есть ему по долгу службы приходится раз в полгода там чеки на нем сдавать и так далее, но я вижу, ему прям все тяжелее и тяжелее дается. Он уже привык в большой кабине, где 4 человека, там, знаешь... Сервис. Куча этих дисплеев, там, кондиционер на тебя дует, там, хочешь так его подкрути, хочешь так, у тебя там автопилоты всякие есть, у тебя сзади, простите, большая комната с душем есть и спаленка, где можно поспать. А тут ему говоришь, Егор, надо вот в ту жаробайку сесть как бы и куда-то слетать. Нет, нет. Это нормально. Твой вертолет, это дополнительный бизнес для тебя? Нет, нет. Это фан. Я его покупал как фан и по-прежнему я его использую как фан. Летаю в основном сам, но в том числе и делаю какие-то экскурсионные полеты. Если кто-то позвонит, например, мне и скажет, типа, мы хотим завтра над Майами полетать, ну, полетаем. Я хочу завтра полетать над Майами. Сколько мне будет это стоить? 650 долларов. 45 минут. Мы долетим до Майами-Саусбича и вернемся обратно. Вот Лешу Кортнева катал буквально несколько дней назад. У него концерт здесь был. Ему очень понравился. Ну, я представляю, вид, наверное, потрясающий. Вид был фантастический. Мы еще на закате полетели прям супер. Было красиво. Семья поддерживает в этом бизнесе? Конечно. У них нет вариантов. Я знаю, что дети вроде бы как тоже увлечены этой деятельностью. Про дети пока не буду говорить. Ну, на самом деле, мы с младшей дочкой, ей сейчас 8 лет, вот мы на вертолете улетаем в Тампу через неделю. И у нее там соревнования по гимнастике, когда встал вопрос, кто поедет в Тампу. В Тампу. Понимаешь, в Тампу отсюда ехать. 5 часов. На секундочку. Мама говорит, ну, я могу поехать. Я говорю, в Тампу. 5 часов. Да нафига? Вот сейчас на вертолет сели, час 45, и мы там. И дочь младшая такая, мам, ну, ты что, какая машина? Ну, в самом деле, мы сейчас с папой полетим. Зачем? Вообще без проблем. А младшая, а старшая дочь, ей сейчас 16, она начала учиться на пилот. На пилот? Да. Ну, она перешагнула 16 лет, как бы. Она у меня в школе работала еще, когда ей было 13. Она сидела на фронт-деске, отвечала на телефонные звонки. Поэтому она точно знала, что с 16 можно учиться. Поскольку она консультировала людей, как бы, она все это знала. Вот. И когда 16 стукнуло, до этого она категорически говорила, нет, я в твоем Sky Eagle и так все лето провела, мне, типа, больше этого всего не надо. Пилотом я не буду, и вообще вы все там страшные люди, как бы, не здоровайтесь, невежливые, и вообще, не хочу с вами иметь никаких дел. А потом как-то такая... Скажи, папа, это же круто будет, когда я могу получить права на управление самолетом раньше, чем права на управление машиной? Говорю, да это охренеть, как круто. Это просто, это просто нереально круто. Говорю, это просто я вот сам шляпку сниму, говорю, а твои одноклассники вообще в оборок попадают. Вот. И она протестировала эту гипотезу на своих друзьях, и все сказали, что пилотом. Конечно, это круто. Ну, круче, я не знаю, там. круче, если ты Тейлор Свифт. Ну, типа, и все. Вот. И она пошла в эту сторону. Я сначала думал, что это такая задача чисто, чисто любивая. Ну, типа, корочку получить, знаешь, там, в карман положить, и там... А я вот пилот. Ну, нет, я вижу, что работает. Почему мужчин пилотов больше, чем женщин? Чисто историй. Или это заблуждение? Нет, это не заблуждение. Женщин сейчас, по-моему, я боюсь последнюю цифру соврать, по-моему, что-то около 10% в Америке. Профессиональных пилотов, кто летает на авиалиниях, около 10%. Почему так? Это чисто историческая история. Абсолютно историческая история. Я имею в виду, что любое новое дело, которое появляется в мире, его сначала осваивают мужчины. Ну, с этим никто спорить не будет, да. Не потому, что мы там, типа... Мужчина, они завоеватели. Альфа-самцы, мачо и так далее. Несмотря на равноправие и все остальное, как бы я все это, как это, все это с уважением, но, тем не менее, это факт, да. Любое новое дело осваивают сначала мужчины. В космос летят мужчины после собак и белок, там, да. В авиацию сначала приходят мужчины, в мореплавание приходят мужчины. То есть, куда бы ты ни отмотай, убивать мамонта идут сначала мужчины, а потом, когда убийство мамонта перестает быть опасным делом, туда уже все идут, да. И женщины идут убивать там, типа, и дети, кто угодно. То же самое здесь. Это просто естественная эволюция любого нового чего-то. Вот, авиация появилась в 1903 году. В том виде, в котором мы ее знаем. Она появилась уже давно, но все-таки до сих пор женщин не так много. В 1903 году, да, братья Райт совершили первый управляемый полет на самолете. Значит, это типа 100, 20 лет назад, да, на протяжении всего 20 века женщины были лишены большинства прав, ну, как таковых я имею в виду, право голоса, право занимать должности, право управлять, ну, и так далее, да. То есть, если махнуть, как бы, глобально, то вся история с эмансипацией, равенством и прочим, она началась, типа, в конце 50-х, а-ля, там, типа, начало 60-х. То есть, всего лишь 50 лет назад, да, на секундочку. В России женщина до сих пор не может быть машинистом тепловоза, если ты не в курсе. Да? Да, это официально запрещенный перечень специальностей, которые женщины не имеют права занимать. Интересно, не знала. Вот, например. Новый факт. Просто тебе для примера, да. Поэтому появление женщины в авиации, оно началось там, грубо говоря, с 70-х, когда появилась первая женщина-капитан в Американ-эрлайнс. Потом где-то к 80-м это стало какое-то, ну, более-менее такое осмысленное движение, да, но еще очень такое непонятное. Во-первых, женщины не совсем-то были к этому готовы, не совсем этого хотели. А те, кто хотели, естественно, сталкивались с сопротивлением, потому что это как бы типа ты один против тысячи, да. То есть тысяча мужиков, одна женщина. Естественно, индустрия к этому, ну, не готова, да. Не потому что нельзя или не потому что они не хотят, а потому что, типа, ну, просто странно как-то, да, ну, нелогично. Вот. А сейчас все как бы, я думаю, что лет уже 10-15 нет никаких ни законодательных ограничений, ни социальных никаких. Пожалуйста, хочешь идти, иди. На твой взгляд... На твой взгляд, женщины-пилот. Лучше справляются с обязанностями, чем мужчины. Сейчас, да. Сейчас, да. С чем это связано? Потому что индустрия пришла к тому, что мы летаем автоматически, мы выполняем процедуры. То есть, смотри, раньше полет на самолете, грубо говоря, на вертолете, на любом возрасте, это был акт творчества. То есть пилот должен был проявить какие-то качества, да. Не знаю, навигация была несовершенна, спутников не было, GPS-а не было, значит, надо было там с линейкой сидеть или в уме считать. Куда ты летишь, твоя скорость, пересчитывать все время эти цифры в голове и так далее. То есть куча математики, все это должно быть там логически связано и так далее. А сейчас же ничего этого нету. Ты взлетел, нажал кнопку, ты выполнил процедуру, и все. Ты больше не летаешь. Ты оператор. А мне кажется, женщина гораздо более лучший оператор, чем мужчина. Она более дисциплинированная, она четко исполняет инструкции, да, она не пропускает чек-листы. Если у мужика там мачо какой-то взрывается, да, я сейчас этот самолет посажу вообще в любую погоду, да, да мне пофиг, что там кроссфит 25. Да, у него там эго, мачо и так далее. Мы, кстати, изучаем все это. В курсе инструктора мы все эти девиации как бы учимся отслеживать. У него соревновательный эффект, ему хочется показать, продемонстрировать. Он может пойти на риск, даже имея пассажиров за спиной. Женщина так делать не будет. Она прочитает правила, там написано, там с боковым ветром 25, мы не садимся. Он скажет, блин, братцы, мы не садимся в этот аэропорт, мы летим в другой аэропорт. Ну, безопаснее же, правильно? Она лучший пилот. Мне кажется, да. Материнский инстинкт. Да. За всех побеспокоиться. Материнский инстинкт, безопасность, да. Да, мне кажется, что индустрия через лет 20 придет к тому, что у нас будет там типа 30 на 70, потом это будет 50 на 50. Через 80 лет, может быть, нас там вообще не будет. Мужчин не имеют. Как ты видишь развитие своей школы в ближайшее будущее? Не люблю этот вопрос. Не люблю. Ну, потому что это нас сразу приводит к вопросам стратегии, цели, миссии, планы. Мы не будем по стратегии говорить. Просто на скидку. Возможно, ты хочешь расширяться. Возможно, не хочешь расширяться. Давай я скажу так. Я просто хочу летать безопасно. Я хочу, чтобы у меня не было никогда никаких происшествий маленьких, больших, чтобы все были живы, здоровы и ловили кайф. При этом мне, вот честно, сейчас мне не принципиально, будет ли это маленький бизнес, или будет большой бизнес, у меня будет 160 филиалов по всей стране, или у меня останется один вот этот маленький офис, как сейчас. Вообще не важно. Возможно, франчайзинг. Может быть, да, но мы говорили, что я переболел фазу, когда я хотел бурно расти, и у меня вот болезни роста, ну, не болезни роста, а болезни, болезненного желания расти во что бы то ни стало, у меня этого нет вообще. В первую очередь, потому что это не такой уж прям экономически офигенский бизнес. Я вот сказал про 5-7%, да, но это же чистая правда. То есть, в хороший год ты получишь 7%, а в плохой год ты не получишь ничего. А смысл строить из этого империю? Зачем? Значит, ты, возможно, видишь для себя какие-то, возможно, другие пути развития? А надо ли? Да, это же не ко мне вопрос. Я сейчас могу это завести нашего зрителя в совсем другие мутки, не в те, которые твоя передача должна идти. А у нас нет определенных каких-то целей нашей передачи. Нет, слушай, мне кажется, тут еще такое, знаешь, во-первых, каждому возрасту соответствуют разные этапы, и в том числе в бизнесе. И каждому жизненному этапу соответствуют тоже определенные какие-то вещи. Мне кажется, что я нахожусь в том этапе, когда я бы лучше замедлился. У меня жена обожает это слово. Типа, надо замедлиться, заграундиться, знаешь, там, прийти в себя. Ну, будешь бежать все время, но это, блин, надоедает. Я вот всю 9 лет я бежал. Вот мне сейчас кажется, что я бы лучше немножко это, коней придержать, вот так стабилизировать все, посмотреть на все это хозяйство. Может быть, я бы что-нибудь другое увидел бы, да, может быть, куда-нибудь. Когда ты бежишь, ты, ну, ты в, в тройке, ты ничего не видишь. Ты смотришь вперед, там, левая лошадь смотрит влево, правая смотрит вправо, да, ты просто бежишь, у тебя там, может, тебе вообще туда бежать не надо, может, тебе в другую сторону. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Да. Поэтому, я бы, вот сейчас я в том периоде, или в том этапе, когда я бы лучше бы застабилизировал, посмотрел бы, как вся эта история работает, я бы лучше поработал бы, честно говоря, с экономикой этого бизнеса, чем с расширением. Потому что, когда ты клевый стартап айтишный, тебе надо расти. Ты перестал расти, все, ты умер. А когда ты такой традиционный бизнес, как летная школа, здесь бурный рост, это может привести к очень нехорошим последствиям. Всему свое время? Да. Лучше не спешить, мне кажется. Успеваешь ли ты уделять время семье? Да, конечно. Как, вот, среди, вот, казалось бы, всей этой суеты, это и студенты, это нужно следить за дисциплиной, за безопасностью, за тем, чтобы машины были в исправном состоянии, как это все успевать совмещать? Ну, как-то так. Мало спишь, мало ешь, больше занимаешься. Ну, да, на самом деле так и есть. У меня нет выходных, например. Ты пожертвовал своими выходными? Давно уже. Я ими пожертвовал, мне кажется, еще когда я родился. У меня выходных нету исторически. Но у меня есть путешествие. Но вообще ты умеешь отдыхать? Я умею отдыхать, для меня отдых это путешествие. А, ну, во-первых, у меня дофига увлечений. То есть, я не знаю, если ты чем-нибудь узнавала про меня, то у меня дохренища. У меня их довольно много. Все, что связано с полуэкстремальными всякими штуками, ну, там, типа, я порыгаю с парашютом. Неудивительно, почему ты? Я летаю в трубе. Это одно из моих, как это сказать, отвлечений, когда меня здесь все задалбывает. Я еду в трубу, это вот здесь 20 минут, Форт Лдердель, аэродинамическая труба. Все, что связано все-таки с высотой. Да, я летаю в трубе. Я занимаюсь музыкой. Вот там у меня за стенкой есть музыкальная студия. Могу тебе потом показать. Не активно, не так, как я бы хотел, но тем не менее занимаюсь. Путешествия. Это неотъемлемая часть меня и нашей семьи. Мы много путешествуем. Причем мы путешествуем на вообще всех видах транспорта. Мы можем летать на самолетах, мы ездим на ирвишках. На ирвишках мы пересекли уже, мне кажется, всю Америку. На вот этих, на кемпах. Ковид мы объехали за 43 дня. Всю США по периметру 14,5 тысяч миль. Тремя детьми, соответственно. Я, жена и вот эта куча скарба. И все это на мини-вене, который вот там стоит снаружи раскрашенный. Мы ходим на лодки. У меня есть лодка. Я еще на лодки люблю выходить. Ну, короче, любые виды вообще активного и неактивного отдыха. Зимой мы катаемся на лыжах. Летом мы, в зависимости от настроения, это либо Аляска, либо Гавайи, либо Горы. Вот в этом году, скорее всего, будут Горы. Мы решили, что мы... Экстремальный человек? Я? Да, я занимался в свое время туризмом, скалолазанием, альпинизмом. Короче, везде, где башню можно было себе свернуть, я все это делал. Везде. Мотоцикл только не пошел. Говорят, что вот такой повышенный экстрим и желание повышенного экстрима, это связано все-таки с какими-то психологическими моментами. Вообще на 100% я уверен в этом. Что тебя толкает на это? Я не знаю, мне кажется, жажда адреналина. Ну, как-то скучно же. Надо же повеселее как-то. Но все-таки ты за безопасный более экстрим или вот прям экстрим-хардкор? Не-не-не, особенно сейчас я очень за безопасный экстрим. Дети? Ну, дети, ответственность, бизнес. Ответственность. Опять же, жизненный этап какой-то, когда, ну, как бы зачем? То есть все, что я хотел сделать, я, в принципе, уже сделал. Там, что-то придумать более экстремальное, чем я уже делал, но можно, конечно, там, бейсджампинг можно придумать, как бы, но я не настолько большой фанат, как там, типа, лазить в горы без страховки. Я, например, один раз слазил в 2004 году, и меня это настолько... У меня была мечта, я просто короткое включение, я когда-то прочитал книжку про сольное восхождение без страховки. И я такой, я уже был уверенным, довольно скалолазом, альпинистом, и я такой думаю, я готов. Вообще, я готов. И я на Кипре взял оборудование у своих родственников, они улетели с Кипра, и я в 2004 году выбрал себе гору, такая скала, хорошая, на Кипре такая скала, метров 50, наверное, 60 такая, прям вертикальная. Вот, и я пошел на эту скалу, практически без страховки, там, с минимальными какими-то, какие-то крючья там, парочка у веревок. Вот, ну и залез я на эту скалу, сижу такой, у меня даже фотографии оттуда есть, с руки снятые о чем-то в 2004 году. Сижу такой и думаю, ну вот, нахрена ты это сделал? Вот, упал бы, тебя нашли бы, ну в лучшем случае, через месяц. Глухое место, телефонов нет, никто не знает, куда ты полез, ну вот вообще никто. Я даже родственникам не сказал, куда я полез. И я говорю, сижу и думаю, и зачем? Абсолютно бессмысленное движение. И в этот день я бросил заниматься скалолазами. Я просто повесил тапочки на гвоздь, раздал всем друзьям свое снаряжение, сказал, больше вообще не ногой. И больше в горы не ходил. И больше на такие вещи не ходил. Но все-таки, видишь, это такой безопасный экстрим. Когда ты все-таки одумался и решил, что достаточно. Я думаю, что вот такое экстремальное состояние и желание экстрима, именно оно тебе помогло воссоздать то, что сейчас у тебя есть. Да, наверное, конечно. Конечно. Пожелай что-нибудь нашим зрителям. Возможно, тем, кто хочет связать свою жизнь с пилотированием, с таким бизнесом. У меня это пожелание. Я с ним иду уже очень много лет. Как бы оно банальное, но тем не менее по своему собственному опыту и по опыту своих друзей могу сказать, нельзя предавать свои мечты. Если ты когда-то мечтал быть пилотом, в детстве, неважно, более взрослым возрастом, надо это сделать. Если ты мечтал быть пожарным, надо это сделать. Если ты всю жизнь хотел быть доктором, но почему-то не стал, блин, никогда не поздно это сделать. Да, ты потратишь 6 лет в медицинском университете, но если ты всю жизнь этого хотел, надо это сделать. Если ты хотел быть гонщиком, ну, иди и гоняй. То есть, я могу сказать, что благодаря там YouTube-каналу, который я запустил в году, в 2000, не помню, в 2019, наверное, я получаю огромное количество писем, типа, чувак, ты нас вот наставил туда, на исполнение мечты. Да, у меня там нет денег сейчас, да, я там живу в маленьком городе, да, я работаю на заводе, но я, типа, точно знаю, чего я хочу, я знаю, как туда прийти, я туда приду. А есть люди, которые ко мне прямо в школу приезжают, такие говорят, мы у тебя в школе только потому, что мы посмотрели твои видео в свое время и пришли к выводу, что мы должны это сделать. Ну, потому что мы мечтали об этом. Многие же пацаны мечтали быть летчиками, да, это не секрет. Вот только одно пожелание. То есть, если была какая-то реальная, настоящая мечта, детская, неважно, детская, юношеская, ее надо воплотить. Друзья, вот на такой потрясающей ноте, помните, что жизнь у нас одна и жить отложенной жизнью абсолютно нет времени. Оно еще короткое. Воплощайте свои мечты в реальность и наслаждайтесь этой жизнью. Спасибо огромное за это потрясающее интервью. Мне было очень приятно поговорить о тебе, о твоей авиашколе. Пусть авиашкола продвигается дальше в том направлении, в позитивном направлении, в котором она идет. И тебе всего самого наилучшего. Пусть твои мечты также продолжают воплощаться в реальность. Спасибо огромное. Спасибо тебе, что пришло. воплощаться. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...